Здарова, братишки! Только что запилил видос. Ключик сделал, выкидной. Сейчас покажу. В этом видео видите, как сделать вот такой вот ключ. Не знаю, видео назову. Ключ. Выкидной ключ за 15 минут. Что вам хочу сказать? Эта тема будет не последняя. У меня уже есть одно видео. Ну, можно назовем то видео, это будет теория. Это видео будет практика. Не забывайте переносить ключей чипа иммобилайзеров. Как он выглядит, для чего он, как его обойти. Ну, в принципе, порассказываю на эти темы так, в промежутках. Будет дымовушку сделал. Сейчас, кстати, засниму еще, как дымовушка дымит. В конце видео прикреплю. Ну, это это трейлер. Дымовушка будет здоровая, четкая в другом видео. Кстати, ссылку еще оставлю на другое видео, когда она будет. Как ее сделать, и как она себя поведет. Так, ну, что еще? А, ну, в принципе, можно еще музычку навалить. А, не, во! В других видео буду показывать про другие ключи. Хочу вам сказать, что занимаюсь я изготовлением вот таких вот брелочков госномера. Не стирается он, не бумажка. Хорошее качество. И в каких-нибудь видео расскажу, как сделать плату под выкидной ключ. Например, вот у меня сигнализация Пантера. И, в принципе, она у меня работает с ключиком. Ну, ладно, не буду отвлекать. Смотрите видео. Ну, и, не знаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите интересующие вас вопросы в комментариях, может, сниму по ним видео. Все, давайте, пацаны, пока. Всем привет еще раз. Так. Начнем мы, наверное, с того, что нам понадобится для изготовления выкидного ключа. Так, это напильник, молоток, набор надфилей, так. как вам сказать, эпоксидный клей, но, так как у меня его нету, ну, хотел купить в магазине больно дорого. Я использую полиэфирную смолу, так, как клевую основу. Так, ножовка по металлу, тоненький гвоздик, ну и, конечно же, сам ключ. Вот такой вот ключ. И то лезвие, которое мы хотим поставить, установить в него. Ну, будем считать, что он проточен уже какой-то. Так, гаража места мало, беспорядок, поэтому, скорее всего, я фоновым режимом все буду делать давайте показывать. начнем. Так, ну, что, с чего начать-то? Начнем, начнем мы. Давайте ключ распилим сразу. Так, у данного ключа пилим вдоль обе части. Так, сейчас. А, еще по возможности, если есть, то наждак и тиски. Как бы, будет просто проще. так, отпилили с одной стороны, сейчас с другой. и так, отпилили обе части. Так, разбираем его. Так, вот, вытащили. Та часть нам больше не нужна. Вот так она выглядит. Там внутри еще две железки остались по краям. Так, ладно, сделали. Далее нам нужно выбить старое лезвие. вот, вот это вот направляющие нам нужно выбить. Так, для этого берем гвоздь по диаметру отверстия и молоток. и так, выбили направляющую, внутри пола такая, как металлическая. Так, оставляем. Так, вот наш ключ, вот лезвие. Так, дальше наши действия. Сейчас фокусируем. нужно изготовить вот такой вот заход из нашего ключа. Так, поехали. Так, заход. Так, еще нужно отпилить вот столько вот. Ну, примерно так. прикинул, что если лезвие вот здесь начинается, то с запасом и вот столько мы примерно отпиливаем лишнего. Не стирается он, не бумажка. Хорошее качество. И в каких... Так, вот я отметил. Все, сейчас пилим. в тисочках зажимаем. И пилите, Шура, пилите. Она голодая. Какой же Я в тисочках запас – но есть, именно классный. И в тисочках я так сейчас мы пилили так вот отпилили так сейчас делаем тогда мы примерный замер головы которая нам нужна незамер точнее прорисуем ее поэтому ключу сверху вот прикинул ручкой правда плохо видно лучше возьмите маркер маркера нету под рукой что еще ручка нужно теперь фиксируем короче в этих в тисках и делаем пропилы кстати ключ зажмите лучше в тряпочке потому что вот остались следы от тиска тисков так возьмем бумажку бумажки через бумажку зажмем и сделаем примерные пропилы напильником берем напильник оттачиваем 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 ну lands так вот что у нас получается чуть криво это выровняем еще операции это будет попрямее далее уже можно принципе примерять надо еще чуть снять так снимаем еще тогда чуть-чуть так воспользуюсь наждаком пока включаем так спустя минут пять так подгона так сказать вот что у меня получилось так получилось вот такой вот заход так как он возьмем ключ вот вот так он садится в ключ можно сказать идеально так теперь наша задача воспроизвести вот эту проточку под шпильку для этого мы вставляем смотрим во первых просвет если просвет нормальный так то принципе можно и не делать просто что они ну хотя а ну да если просвет большой просто шпильку вставляем все равно вклеивать его будем и так сейчас я отмечу тогда получается я отмечу так подвожу палец вытащу ну примерно середина далее нам понадобится надфиля так надфиля надфиля возьмем вот такой вот но есть треугольный это четырехгранный и вот этим углом про протачивая нам шпильку нужно нужно месте и так сделаю вот такой вот пропил получается у нас он к верху и если видно то вообще идеальное ровно отверстие отверстие прямое далее наша задача все мы подготовили вот наша шпилька далее тут тот эпоксидный клей рекомендую взять момент двухкомпонентный в шприце очень хорошо подходит быстро сохнет но у меня полиэфирная смола но ничего страшно и так она разводится ну про момент я рассказываю она разводится один к одному не принципе все перемешивайте хорошо полиэфирную смолу намного не надо взяли смолу берем чуть-чуть затвердителя это много так далее блин не спачкать бы ключ берем макаем наше лезвие и забиваем смолу внутрь смолу внутрь забиваем так забили смолу излишки убрали чем-нибудь тряпочкой далее вставляем нашу шпильку можно аккуратненько забить молотком обменивать и так 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 Так, забил. В принципе, вот так все встало, шпилька, здесь вышли остатки смолы. Вот такой ключ у нас получился. В принципе, за него минут 10, может чуть больше, 15. Вот так вот лезвие стоит, все идеально. Еще почему нужно проклеивать его... Проклеивать его клеем для того, чтобы... Так, для чего нужно его проклеивать клеем? Для того, чтобы он со временем, независимо от того, хорошая у вас заготовка ключа, или у вас специальное лезвие подобранное, ну, для установки не самодельное, все равно он расшатается, никуда от этого не деться. Чтобы в избежание этого заливать его смолой. В моем случае я немного налил, лучше побольше. Ну, вот, в который момент он хороший, он не жидкий, он густой. Его прям намачиваешь и заливаешь. Если возникнут проблемы, вот клей останется, можно аккуратненько его надфилем снять, излишки клея. И все. Ничего не будет видно. Главное не попадать на ключ. Если попали на ключ, то его обтерли. Ну, вот такой вот ключик. Вот такой вот ключ. Вот так он установлен. Все чисто, ровно. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и так далее. Это серия, я думаю, не последняя. Я буду продолжать про ключи. Ну, и про еще что-нибудь сниму. Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok